здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем вот такую вот шапку с бусинами у меня осталось пряжа вот это вот alize angora gold уже даже нет у меня нет ни этикетки ничего но я помню ее поэтому 60 граммов ты дают пряжи то есть выбираете пряжу тонкую тонкую я сейчас честно говоря не помню но там 400 сантиметров было плотно длина 300 если другая пряжа то ориентируйтесь я даже напишу 400 500 метров в 100 граммах вот в таких рамках далее число петель у меня я набирала сразу придать предупреждаем мастер-класс не для новичков рассказывать буду быстро нужную информацию максимально быстро так число петель у меня 132 вязала в круговую как вязать в круговую вы можете посмотреть вот сейчас я вот сюда вставлю видео и кто не знает как соединить в круговую вот там посмотрите стоит 132 петли оно должно делиться на 4 это число очень важно вот этот момент и оно должно делиться на 6 это очень важные два момента при наборе петель далее спицы резинка спицами 2 миллиметра основное вязание спицами три с половиной миллиметра это спи следующая вещь размеры размер у меня очень туго я вязала смотрите в не в спокойном состоянии 17 17 сантиметров натягивается до 60 сантиметров вот это вот резинка он то есть до 30 как бы половина и 17 это 34 и вот до 60 она тянется здесь у меня основное вязание свободное 56 сантиметров как бы обхват что касается высоту 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 это вы уже корректируете по своей голове можете мерять и корректировать сейчас на данном этапе у меня 26 сантиметров теперь разберемся с узорами почему должно быть первый узор это резинка 2 на 2 2 лицевые 2 изнаночные кратное 4 число должно быть потому чтобы у нас совпало это резинка что везде у нас все совпало видите здесь соответственно образца у меня две кромочные которые здесь не учитывается их здесь просто нет далее основное вязание которое у нас делится на 6 вяжем таким вот образом 3 лицевые далее нить переносим перед вязание и 3 петли переснимаем на правую спицу снова 3 лицевые 3 переносим на правую спицу нет ни перед вязанием 3 лицевые нить переносим на правую спицу видите вот эти 6 петель 3 лицевые и переносим на правую спицу вот здесь вот у нас получается кромочная хотя в круговом вязании этого у нас не случится изнаночные ряд изнаночный ряд вяжем изнаночными петлями здесь и в круговом вязание просто ряд вяжем лицевыми петлями без никаких узоров то есть подразумеваем изнаночный ряд следующий ряд делаем то же самое вяжем 3 лицевые там где мы переснимали то же самое переснимаем 3 петли на правую спицу там где были три лицевые провязываем то есть мы повторяем то же самое действие как и в первом ряду вяжем до конца ряда вяжем изнаночный ряд и еще один раз и ряд не вяжем с этими протяжками видите как первый то есть мы 3 ряда вяжем как 1 таким способом изнаночный ряд мы вяжем изнаночными петлями в образце в этом вязание мы вяжем один ряд лицевыми петлями в круговом вязании так теперь смотрим вот видите три раза я сделала вот такой вот правила всего пять не всего шесть рядов я провязала три раза вот сделала эти протяжки теперь самый узор девчонки смотрим показываю как это все делается понятное дело мы поняли что потом это все дело она три на три меняется в этот узор в шахматном порядке эти три петли мы провязываем а вот и провязываем четвертую из вот этого узора спицу вводим под вот эти вот петли которые мы протягиваем в петлю и протягиваем нитку таким вот образом мы провязываем сейчас еще раз покажу сам саму вот эту штуку здесь мы провязываем 5 лицевых петель и снова делаем то же самое вот такой вот бантик под вот эти петли в петлю и вытягиваем петлю и так далее потом со следующего лицевого ряда мы начинаем делать то же самое но только в этих на этих трех на вот этих вот трех петлях а вот эти три провязываем без изменений сейчас покажу теперь как я одеваю бусину девчонки целая система если вы знали как я к этому пришла я очень долго думала потому что по идее нужен такой вот прям малюсенький тонюсенький крючочек да но его у меня не оказалось поэтому я все думала как это сделать у меня вот смотрите игла с нитью обычной без узла без ничего сейчас посмотрите как я это делаю и бусины вот мисочки они у меня и теперь показываю вам как их одевать петлю здесь тоже самое провязываю эту петлю теперь вот оставляю я пока их на спицах беру иглу продеваю бусину теперь снимаю эту петлю продеваю через нее нитку иголку с ниткой снова против возвращаясь и продеваю в бусину вот видите петелька получается и через нее протягиваю эту петлю потом достаю просто вот эту иголочку и петлю одеваю запихнула иголочку в рот и хочу с вами говорить вот она видите еще раз пять лицевых петель 4 5 вытягиваю петлю так оставляю беру свою вот каждую я так продеваю почему говорю девчонки не для начинающих продела вот он переодеваю эту петлю на иглу снимаю со спицы протягиваем и одеваю и так со всеми вот этими бантиками вот смотрите я сделала последний ряд добавлений бусин все поэтому узор и провязала еще три ряда после бусин для того чтобы сделать макушку сейчас я вам измерю высоту сколько у меня шапка это соответственно это индивидуально 28 сантиметров сейчас и сокращать я буду девчонки возьмите на заметку этот способ у всех таких тоненьких шапок которые вам просто нужно как бы макушку стянуть вот смотрите берете и которые вяжите по кругу по 2 вместе вот до упора вы вяжете вот так вот все время по 2 вместе 2 вместе 2 вместе далее пока у вас не останется 10-15 петель на спицах и тогда вы их просто стянете и все ваша макушка равномерно будет как бы с при собрана потому что если допустим закрывать и пересобирать не получается красиво если стягивать все петли тоже не получается красиво потому что она все равно деформируется а если вот так вот сейчас увидите как красиво получается вот по 2 петли мы вот таким вот образом вяжем вот так вот по спирали по кругу вяжем 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 так вот смотрите девчонки три круговых ряда я провязала вот здесь вот хорошо хочу вам показать вот смотрите 1 2 и 3 и в итоге у меня получилось на спицах осталось 16 всего петель теперь я обрезаю ниточку чуть по длине и стену остатки петель я их перейдену найгу просто стены теперь мне нужно на изнаночную сторону продеть вот эти все про дачки здесь очень легко стягивается потому что очень мало петель поэтому туго легко вот смотрите какая у нас макушка такая вот получается макушечка стянутая так но еще здесь вот это вот проделаю эту ниточку вот девчонки такая вот у нас шапочка сегодня понятное дело что вы можете а на сегодня я с вами прощаюсь с вами была века и школа рукоделия всем пока пока